привет привет у меня произошел какой-то сбой и не очень понимаю что случилось просто отключилась прямая связь поэтому очень надеюсь что вы видели до какой-то части хотя бы прямой эфир привет привет скажите пожалуйста кто был на предыдущей части до какого момента был эфир поскольку у меня просто выключилась все и я не очень понимаю что случилось почему так произошло какие-то технические неполадки так привет привет как я понимаю предыдущая часть скорее всего вообще не сохранилась почему она вылетела тоже я пока не могу понять но давайте тогда с вами этот эфир начнем сразу же с разбора так на втором здании стены начали рисовать окей я очень надеюсь что первая часть тоже появится потом в hd tv но к сожалению теперь у меня такой уверенности нету потому что явно что-то пошло не так давайте тогда еще раз проговорим про фронтальную перспективу для тех кто пропустил может быть эту часть да если она не сохранится если мы смотрим на фронтальную перспективу то у нас всегда с вами только одна точка схода все линии которые смотрят на нас до все фасады вот эти вот торцы домов они будут вестись параллельно линии глаз линии горизонта и все плоскости все здания которые уходят от нас перспективу нам и рисуем с вами в одну точку схода поэтому у нас может быть разная высотность здания могут выступать западать но вот эти вот все плоскости домов у нас уходит с вами в одну точку схода как с одной стороны так и с другой стороны они будут подчиняться единой точке если мы до где-то поднимаем с вами высоту то тогда вот этого часть дома у нас должна тоже быть видна и она будет вестись в прямую линию на это вот основное правило фронтальной перспективы если мы рисуем с вами просто одно здание да вот такой вот пример то у нас точка схода где-то также находится внутри здания и пример да вот здесь у нас есть крыша и мы просто линии ведем в точку схода да вот отсюда пропускаем и пример если бы у нас здесь что-то с вами выступала до какого-нибудь ограждения то мы также подчиняли бы единой точки схода это нас фронтальная перспектива если мы говорим про перспективу с двумя точками схода то это уже будет угловая перспектива она более сложная чем фронтальная но она намного чаще используется нам и также с вами вводим линию глаз линию горизонта желательно особенно на начальных порах и и рисовать и здесь мы уже делаем с вами две точки схода на зависимости от того насколько мы их растаскиваем или приближаем у нас с вами будет изменяться и вид здания если мы стоим очень близко к зданию то и точки схода будут достаточно близко друг другу находиться если мы смотрим на какое-то здание которое очень далеко от нас да или на любой другой предмет то эти точки будут растаскиваться да и зависимости еще от того насколько мы их двигаем у нас с вами будет поворачиваться здание давайте более детально посмотрим о чем же я говорю мы рисуем с вами угол дома давайте вот такой на сделаем не очень высокий и теперь вот эта точка ближе к углу здания эта точка дальше от угла здания и когда мы будем вот мы теперь для того чтобы нарисовать вот эту стенку мы все линии уводим вот сюда да вот в эту точку схода и наше здание где-то закончится где-то тут мы его давайте с вами остановим и вот эта створка вот эта часть стены на нас повернута больше чем вот этого часть давайте здесь также уводим в точку схода а вот эту вот часть здания его где-то заканчиваем да и вот здесь вот угол намного сильнее чем с этой стороны на если мы в эту точку вытащили бы еще дальше этот угол был бы еще более пологий да и это здание стремилась бы вот так вот вывернуться уже во фронтальную перспективу на поэтому если мы хотим сделать здание повернуть его до в ту или иную сторону то мы двигаем с вами вот эти точки схода и наше здание разворачивается на пример если у нас появляется здесь окно давайте окно сделаем какой-нибудь вот такой ширины большой на у нас вот эти вот плоскости также пойдут вот в эту точку схода и это очень очень важно если у нас какая-то часть на примеру здесь вот окно попала вот эта вот линия на линию глаз на линию горизонта то она превращается в линию если мы ее опустим ниже то она также пойдет в эту точку схода если мы где-то в угловой перспективе на уходящих на сторонах видим прямую линию это значит что здесь у нас проходит линия глаз линия горизонта вы можете это отследить на фотографиях на это часто хорошо видно и если мы хотим прорисовать здание вглубь то мы протаскиваем да вот уже из этого уголочка вот в эту точку схода поскольку вот эта вот стеночка внутри будет параллельно вот этой стене мы проводим ее сюда рисуем толщину да и теперь нам нужно нарисовать верхнюю линию и верхняя линия уже будет строиться в эту точку схода поскольку грубо говоря да мы нашу стенку делим на две пластины одну пластину мы нарисовали да вот сделали в ней выгрыз и это мы видим дальнюю часть вот эти вот пластины а поэтому верхняя линия у нас уходит в эту точку схода вот это внутренняя линия у нас идет в эту точку схода номер хоть это будет номер один это номер два и эти линии мы с вами просто обозначаем на нам очень важно найти вот этот вот угол это одна из очень важных вещей поскольку если мы нарисуем примеру очень сильно вниз или вверх то сразу же перспектива будет ломаться и поэтому да вот понимание того как работает перспектива как ее можно изображать очень нам необходимо и давайте посмотрим на примере вот этой вот работа на здесь у нас две точки схода и одна точка схода у нас находится где-то вот здесь вторая точка схода у нас ушла за край листа но мысленно мы все равно ее сохраняем и у нас точки схода всегда должны быть на линии горизонта линия горизонта нас так же всегда только одна она проходит да вот на этой работе мы нашли с вами точку схода вот этих вот линий да вот мы видим что они вот здесь вот если мы их все продлим они все соберутся вот здесь вот в единую точку значит линия глаз линия горизонта у нас проходит где-то вот здесь и если мы эту линию глаз линию горизонта продлим то и вот где-то вот здесь чуть подальше мы с вами найдем еще одну точку схода для вот этой работы поэтому будет очень здорово если после эфира вы сами возьмете фотографии и попробуйте прямо на фотографиях просмотреть как у вас уходит улицы да это может быть как и улицы также какие-то фонари столбы они также все подчиняются у нас линейной перспективе и имеют точки схода так что я думаю что после эфира у вас будет интересное занятие так и давайте а мы совсем в какие-то быстрые основы с вами просмотрели так эфир не возобновился у вас черный экран очень странно потому что я сейчас специально открыла у себя на ноутбуке ноутбуке все видно или вы имеете ввиду что черный экран на предыдущее видео на предыдущее видео возможно да возможно она не сохранилась но основная часть у нас происходит сейчас поэтому я думаю что это не очень страшно что первая часть у нас вылетела потом попробую поискать может быть все найдется так и давайте уже с вами переходить непосредственно к изображению которое мы будем делать сегодня я подготовила лист он не очень большого размера как раз для такой быстрой зарисовки он летом 15 на 20 как ну примерно в таких масштабах вы можете взять чуть больше чуть меньше это уже на ваше усмотрение не принципиально и смотрите да что нам нужно для вот этой работы я эту работу хочу сделать в очень быстрый манере потому что чаще всего я работу пишу долго эту работу мне захотелось научить вас рисовать какие-то быстрые архитектурные зарисовки чтобы вы могли ездить путешествовать на или ходить гулять с каким-то небольшим блокнотом скетчбуком и все это зарисовывать прямо на ходу поэтому что мы с вами начинаем да мы смотрим на объект если мы рисуем с фотографии то мы упрощаем себе задачу если мы смотрим рисуем с натуры то мы должны сделать себе небольшую захватку до того что мы будем рисовать сегодня мы рисуем с референса поэтому нам немного проще и давайте поговорим с вами о композиции давайте еще здесь это и прорисуем так да если мы говорим про композицию то нам важно знать несколько правил первое правило которое я думаю что все кто смотрит этот эфир знает но мы на всякий случай его проговорим это правило третей она очень простое но если его придерживаться то работы будут смотреться чуть более выигрышно мы делим визу примерно на глаз до нашлись на три части и считается что вот в этих точках у нас с вами фокусируется основное внимание зрителя поэтому если мы в эти точки или вот эти вот линии будем с вами более активно задействовать то работа будет смотреться более удачно да и к примеру мы можем с вами если рисуем какую-нибудь на церквушку или здание поставить его на одну ось да на одну треть да вот здесь вот сделать какой-нибудь интересный карниз здесь поставить ворота на опустить землю каким-нибудь холмом и сюда можно еще примеру вот на вот эту часть пустить облако и эта композиция сразу же уже смотрится достаточно интересно также в правилах композиции да мы должны помнить о том что у нас линия глаз линия горизонта плохо когда проходит по середине листа ее всегда нужно опускать либо выше либо ниже если мы опускаем линию глаз ниже до проводим ее ну примерно где-то вот здесь вот то тогда мы должны будем уделять больше внимания небу да она может быть очень фактурное интересное у нас должно хорошо возвышаться здание вот должно быть интересно рассматривать и на землю но уже обращаем намного меньше внимания и почти его не прописываем если же мы делаем наоборот с вами да давайте быстренько сделаем еще одну зарисовочку небо о линия глаз линия горизонта у нас пройдет где-то вот здесь что тогда у нас давайте какой-нибудь там лес нарисуем на дальнем плане что тогда в этой работе нам важно если мы линию глаз поднимаем то тогда все внимание зрителя будет приковано к земле к дороге да и вот мы уже вот здесь вот можем с вами там рисовать какие-то интересные кусты на какие-то может быть там не знаю озера и уже вот именно эта часть будет восприниматься зрителям более да так точно и внимательно и тогда на небо мы можем его просто немножко протонировать и не добавляет туда уже каких-то сильных акцентов если мы на вот такую композицию сделаем очень фактурные облака то облака начнут перевешивать ее да здесь у нас небо должно быть легкое а нижняя часть уже мы ее сильно детализируем и прописываем здесь же наоборот да у нас вся наша история должна быть в небе у нас какие-то возвышающиеся здания деревья пики все что угодно да у нас должно быть интересное небо которое мы также будем рассматривать и снизу с земли с землей заговариваюсь немножко мы уже с вами работаем намного меньше да и вот так же пример вот если мы вспоминаем спираль про которую я говорила да она как раз таки и работает по вот этим вот точкам мы с вами заходим в работу на поэтому очень здорово когда есть какие-то направляющие которые помогают нам потом нагуляем по вот этим четырем точкам и выходим из работы на и так же по тону когда мы разбираем работу знаете мы прямо так с вами голову по европам быстренько разберем самые самые основы чтобы у вас это все закрепилось да вот мы с вами композицию сделали придумали что например да нашли где мы хотим расположить линию глаз линию горизонта расставили все объекты правильно и после этого нам очень важно понимать как же работает не только линейная перспектива про которую мы тоже чуть-чуть с вами вскользь поговорили но нужно также знать как работает и воздушная перспектива и вот здесь вот как раз мы обращаем внимание на количество деталей на проработку и на тон все что ближе к нам до вот этого часть где я выпускаю линии вот эта часть неба вот эту часть земли они ближе всего к нам и на линии горизонта это уже очень от нас далеко и поэтому по тону по количеству деталей по теплоте мы делаем с вами вот такую вот растяжку ближе всего к нам у нас много деталей у нас много каких-то фактур мы можем добавлять открытые яркие цвета добавлять много элементов до прописывать все очень подробно уходя от нас до ближе к линии горизонта у нас все превращается в серую такую до холодную массу и также с небом мы делаем с вами градиент ближе к нам на вот этого часть неба у нас плотная и уходя к линии горизонта она слабеет если мы посмотрим да на вот эту вот зарисовку городскую здесь как раз видно у нас есть доминанта на ней много деталей все прописано и чем дальше да вот в этой точке у нас с вами уже вообще ничего не понятно мы не добавляем никаких деталей у нас нет открытых цветов мы просто все приглушили и убрали на дальний план вот и давайте теперь уже перейдем к работе и посмотрим что же мы можем как мы можем с вами разобрать вот эту вот работу почему все на боку вы можете просто перевернуть телефон и тогда у вас будет как раз все в нормальном режиме так мы смотрим на нашу работу и нам нужно найти сначала основные какие-то габариты нашего здания мы его посадим с вами чуть дальше чем середина листа на и сделаем сначала просто вот какие-то небольшие себе заметки вот где-то здесь мы закончим нашу возвышающую часть на потом где-то тут у нас пройдет крыша и для начала просто почеркайте посмотрите какие-то основные объемы на для того чтобы у нас все села в лист еще без точек схода до ничего особо не простраиваем просто смотрим объем чтобы он у нас смотрелся гармонично и правильно да мы можем взять померить наше здание на измерить его выше высоту к ширине но у меня этот лист взять немного шире чем фотография поэтому я буду немножко на вставлять вот эту вот дальнюю часть и вот сейчас мы да просто с вами смотрим какие-то основные объемы прорисовываем также схематично себе дерево для того чтобы тоже понимать где но у нас закончится и потихонечку начинаем какие-то вещи уточнять после того как вот какой-то мини каркас мы с вами поставили на посмотрели что в принципе у нас более-менее устраивает мы можем уже добавлять каких-то более точных вещей да к примеру вот я сейчас поставила вот эту вот башню я смотрю что она у меня дальше чем середина листа а если мы еще сильнее выдвинем то тогда уже будет здесь пустовато поэтому оставляем здесь тут мы с вами закончим каким то вот таким вот красивым деревом вот это здание на его оградим у нас будет крона заканчиваться раньше чем край листа и давайте уже с вами на вот после того как основное сделали начнем прорабатывать у нас линия глаз линия горизонта пройдет примерно где-то вот здесь вот если чуть-чуть намете да вы ее можете брать самостоятельно выше ниже это уже совершенно неважно и теперь нам нужно найти точку схода давайте ее сделаем вот где-нибудь вот здесь вот чуть подальше чтобы посильнее ну или где-нибудь вот здесь чтобы мы его посильнее на нас вывернули я наверное даже чуть еще выше где-то вот здесь он давайте сделаем сейчас придумаем с вами как нам его сделать нам нужно найти любую линию горизонта линию глаз и потом уже относительно нее найти точку схода и начать все простая давайте оставим как было первый раз и теперь делаем сначала основание здания мы рисуем до луч вот в эту точку находим угол и теперь вот эти вот линии у нас пойдут чуть чуть наверх да и где-то там вдалеке сойдутся также на вот этой линии горизонта но это мы прописывать не будем поднимаем вертикаль теперь делаем крышу на вот прорисовываем толщинку какую-то небольшую также смотрим наша линия глаз находится здесь значит точка схода находится тут ну где-то далеко за ли нашим листом значит вот эта линия пойдет чуть чуть вниз и вот это вот будет идти почти параллельно поскольку она очень близко к линии глаз к линии горизонта на можно чуть-чуть по пологе сделать эту сторону теперь дальше мы поднимаем с вами стенку на здесь опять же рисуем толщину нашей крыши можно ее чуть видоизменять да мы с вами все-таки делаем это скетчевой манере поэтому сходство нам нужно поймать только какие-то до основные габариты прямо детального сходства мы делать не будем и теперь вот эти вот линии поскольку они дальше от линии горизонта они будут уходить все сильнее и сильнее под наклоном да и вот грубо говоря если мы возьмем длинную с вами линейку то вот эти все линии у нас должны вот на вот этой высоте на вот точку да мы с вами нашли вот эти вот части и теперь нам нужно найти где же они у нас закончится вот с этой стороны да мы из этой точки ведем луч с вами вот в эту сторону и вот здесь мы находим вот эту вот сократившуюся часть церкви на можно немножко ее даже поуже сделать а вот это здесь мы ее закончим и вот наша часть теперь нам нужно найти верхнюю часть для того что найти этот уклон мы также из вот этой точки ведем в эту находим эту точку и их соединяем и вот это у нас вышла наша кровля с этой стороны теперь поднимаем наверх да и также повторяем отсюда ведем в точку схода находим вот этот вот изгиб берем следующую часть и вот отсюда уже выпускаем с вами башню башня имеет толщину поэтому вот эту вот часть давайте ее немножко заглубим да вот мы нашли с вами крышу мы смотрим что она выпускается и потом вот отсюда она выходит да и вот здесь вот тоже мы сделаем больший выпуск крыши а вот она немножко вырезана да у нее есть толщинка поскольку мы стоим снизу мы и вот эти вот части с вами тоже видим и тут у нас есть какой-то поясок можно сделать чуть выше чуть ниже и крыша для того чтобы нам найти где же у нас будет вот эта вот верхушка крыши мы делаем с вами перекрестие находим середину сократившиеся нашей плоскости поднимаем наверх линию да вот эта линия у нас также пойдет по вот этим углом на и вот мы нашли верхнее завершение сейчас она у нас очень острая по сравнению с референсом можно оставить так можно сделать более полог да тогда мы сильнее просто опускаем вот эту часть на эта линия у нас остается на прежнем уровне здесь у нас виднеется какие-то арки и отсюда выходит колокол давайте смотрим у нас здесь есть окно на и мы просто вот что видим то и рисуем у нас есть арка мы ее не будем никак сами простраивать на просто более внимательно смотрим за деталями если мы смотрим с вами на стоим где-то вот здесь мы видим вот эту вот часть да поэтому рисуем сразу же небольшую толщину нижняя часть у нас имеет цоколь да поэтому добавляем линий если рисуем так увидела вопрос если рисуем а башню в центре улицы то размываем по бокам я чуть попозже объясню либо напишите мне лично так где-то у меня есть такой пример но я думаю чтобы сейчас не отрываться да у нас все равно все что дальше уходит в размытие так продолжаем я периодически поглядываю на ваши комментарии но все отследить не могу к сожалению так и вот здесь вот у нас с вами есть два боковых нефа у церкви у нас здесь есть какие-то выступающие части мы на них особо заострять наше внимание не будем мы видим что арка начинается у нас примерно там же где заканчивается крыша и у нас получилось так что арка попала почти на линию глаз на линию горизонта поэтому с одной и второй стороны она примерно в одном и том же месте у нас закончится а низ пойдет уже по всем законам перспективы вниз потом здесь у нас есть выступающая часть стены вот здесь идет большая арка центральная давайте сначала с вами наметим вот эту вот арку и теперь когда мы наметили арку нам нужно сделать ей толщину да мы смотрим снизу здесь поэтому мы видим верхнее раскрытие и вот эту вот стеночку да и вот здесь вот она у нас превратится почти в линию да вот туда будет уходить да вот так вот углубиться и эта часть вылезет наружу немного да как и вот у этих частей мы тоже будем видеть с вами толщину но чтобы на все это время много не тратить мы с вами это прорисуем акварелью да вот эту вот сторону я бы чуть-чуть подсократила и дальше у нас внутри также есть еще арки мы их просто слегка с вами намечаем да и вот эту вот часть чуть-чуть у нас повыше тут большой вход тоже сделанной аркой и она полностью темная поэтому это мы намечаем чтобы не пропустить когда будем рисовать акварелью но не прорабатываем потом рисуем да вот эти вот два выступа здесь мы толщину сделали нам нужно и вот здесь добавить вот эту вот толщинку и с этой стороны добавляем окно нам нужно чуть пониже сделать так же делаем ему толщину небольшую и в целом больше с ним тоже можно не работать можно здесь поставить фонарь как и на референсе нам можем его нарисовать каким-то вот таким можем также запрятать его в крону это уже на ваше усмотрение тут у нас идет с вами дорожка уходящая вдаль да вот где-то вот так вот даже мы ее сделаем там мы все уже с вами спишем очень-очень мягко поэтому вот можно слегка наметить контуры какие-то но также не обязательно отлично подстираем и здесь можно сделать выпуск зелени небольшой и у нас есть еще одно ограждение нам мы взяли более высокую с вами точку так и вот так же да уводим наше ограждение в точку схода и рисуем палочки на наши стойки чем ближе к нам тем расстояние между ними будет больше его можно высчитывать на простраивать но мы сделаем с вами просто на глаз ну и тут у нас также будет какая-то зелень все основной какой-то каркас мы сделали на чуть-чуть ослабливаем карандашик можно постереть резинкой нам можно и стирать это уже кто как больше любит я наверное оставлю пускай это у меня будет такая более живая история потому что если мы трем резинкой то мы немного вредим бумагу поэтому я использую клячку резинку в крайних случаях и теперь мы уже берем с вами акварель берем кисти у меня будет это белка микс достаточно с хорошим кончиком когда ее намочишь и еще также я буду использовать синтетику вот у меня есть вот такого размера и возможно еще нам понадобится более мелкая синтетика на где-то вот это у меня по-моему четверка да четверка от виста артиста так и что мы делаем сначала мы прокладываем с вами небо для того чтобы добавить какого-то жизни напишите кто как успевает так не очень поняла вопрос а как вытащить что вытащить о высчитать как высчитать я об этом более подробно рассказываю на своем курсе по архитектуре да но чтобы вам вот так вот быстро это нарисовать я могу просто показать это на упражнение если оно мне сейчас попадется но оно мне не попадается да есть вот такое вот упражнение а насколько я помню в моем ютубе если вы перейдете на мой профиль у меня есть ссылка на ютуб канал и там есть более подробные уроки по перспективе и вот как раз таки в первом уроке бесплатном там как раз таки вот это упражнение насколько я помню я давала так что кому интересно перейдите посмотрите на ютубе там три подробных урока по перспективе архитектуры я думаю что вам будет интересно их тоже посмотреть так и давайте переходить к акварели я небо почти всегда рисую ярко-голубой от невской палитры если это солнечная погода то это акварель этот цвет акварели мне кажется что очень хорошо подходит здесь более пасмурное небо да поэтому если хотите передать более пасмурное небо можно брать индиго вместе с ультрамарином например да ну дают такую грозовую тучку да либо мы можем вправе да изменять референс как нам хочется поэтому я хочу сделать более яркое небо и вспоминаю с вами правила свето-воздушной перспективы у нас к низу все должно немножко ослабевать поэтому я просто вот такими пятнышками ставлю голубой цвет да рисую небо у меня более насыщенный цвет сверху можно к примеру взять и нарисовать какую-нибудь более темную тучку я всегда рисую салфеткой тоже вам советую ее использовать мы подразмываем вот эти вот края сразу же чтобы если бумага не очень долго держит влагу чтобы у нас не было четких границ да вот сейчас вот здесь вот тоже тогда где-то нужно добавить еще этого ультрамарина после этого я хочу сразу же записать крону деревьев да поскольку мы рисуем с вами именно в скетчевой манере в очень быстром темпе мы нарисуем с вами зелень также очень ярко и быстро я набираю краску на кисть все это я делаю большой кисточкой и вот такими просто большими пятнами прокладываю листву она у меня где-то чуть-чуть должна быть приглушенной поэтому я добавляю ультрамарин да и вот здесь вот в каких-то местах делаю теневую часть и так же давайте сразу же со второй стороны у нас она будет аккуратно втекать внутрь в небо и это даже хорошо это будет придавать такой живости акварельности поэтому не боимся этого и наоборот радуемся здесь более холодная крона поэтому я беру фиолетовый хинокридон и вот в эту нижнюю часть можно даже немножко еще добавить ультрамарина мы добавляем такие вот более грубые холодные оттенки закрыла фонарь но я думаю что не страшно да также можно где-то и вот сюда выпустить эти темные пятнышки где-то здесь немножко поддержать да если мы где-то добавляем с вами какой-то цвет мы всегда должны его где-то поддерживать поэтому вот здесь вот можно как раз таки с этой стороны и дать в поддержку вот этому темному тону у нас есть с вами дальний план и если мы вспоминаем в своем правиле воздушной перспективы то дальний план у нас должен быть менее проработанный и еще он должен быть более холодный по тону поэтому дальние деревья мы возьмем с вами ультрамарин зеленую приглушим его фиолетовым не так сильно чуть послабее у нас получится такой грязноватый немножко цвет и вот этим вот тоном мы закроем с вами дальний план аккуратно обходим контур здания да можно где-то давать больше фиолетового например у нас внизу много света на земле поэтому можно где-то немножко да схитрить и добавить еще и желтого но для дальнего плана конечно лучше избегать теплых оттенков но поскольку это более даже средний план чем дальний мы можем с вами его здесь использовать на вот какие-то кроны здесь мы сделали все очень размыто и пускай ну так и остается потом мы можем сразу же приписать с вами дорогу да смотрите мы это делаем все очень быстро это не занимает у нас много сил много времени поскольку все достаточно просто и понятно да просто делаем какими-то пятнышками небольшими дорога у нас освещена солнцем тени у нас будут холодные поэтому дорогу я нарисую забыла как цвет называется неаполитанской желтой да мы сначала ее всю прокрываем можно прям вот вместе с ограждением чтобы здесь ничего не разбирать нам также нужно сделать растяжку берем более плотно да и вот здесь вот усиляем передний план вот эта часть к нам даже еще ближе поэтому мы можем взять какой-нибудь коричневый коричнево-красный или оранжевый добавить более ярких каких-то фактур с полохов да на нашу можно где-то побрызгать немного и дальнюю часть я бы немного приглушила у меня вот здесь есть оставшийся фиолетовый да поэтому здесь вот мы можем немножко вот эту всю дальнюю часть приглушить и для того чтобы вот это вот все у нас оживилось да давайте сразу же сделаем еще вот эти вот нижние кусты вот это часть у нас освещена поэтому здесь у нас кустики светлые да как и вот здесь у нас есть какие-то травинки но здесь уже на них падает тень вот с этой стороны я сейчас возьму синтетику она лучше работает по мокрой заливке дает более четкий край беру ультрамарин да и какие-то вот части именно с теневой стороны я немного подчеркиваю да и можно также сразу же взять еще немного фиолетового хинокридона где-то что-то уплотнить и нарисовать от них тень тем же ультрамарином что да у нас вот здесь вот падает от кустиков вот эта вот тень можно сразу же и от ограждения нарисовать тень знаешь чтобы она вот так вот по мокрому у нас растеклась также у нас есть тень от основного здания да вот вот какой-то такой формы она идет и вот здесь вот у нас тоже с вами от деревьев все в тени поэтому вот эту часть мы тоже с вами можем закрыть ультрамарином да и вот здесь вот у нас темные кусты которые мы не сделали да давайте тоже быстро их пропишем возьмем опять большую кисть и вот такими вот очень небрежными движениями да можно где-то добавить фактур и уже по почти высохшей заливке наверх да мы делаем с вами вот эту вот часть и основной антураж мы уже с вами нарисовали осталось только здание и здание также я предлагаю сначала почти все прокрыть неаполитанской желтой чтобы сделать его тепленьким а вот у нас солнышко отсюда поэтому вот эта вот часть у нас будет более теплая да особенно крыша в крышу можно сразу же немножко добавить каких-то коричневых оттенков чтобы она была позвонча и верхнюю также сразу прокрываем в тень и вот с этой стороны мы можем с вами добавить и вот с этой стороны мы можем с вами добавить Вот какого-то более, берем ультрамарин, к ультрамарину неаполитанскую, делаем небольшие пятна холодные и неаполитанское. Это немножко оживляем, но все-таки у нас, да, вот эта вся часть, она в тени, поэтому она очень глухо смотрится. Теперь я беру маленькую синтетику, да, и по вот такому быстрому, быстрой заливке мы начинаем с вами уже что-то прорабатывать. Нам нужно сделать очень плотный тон, темный, можно использовать индиго, но в чистом виде индиго здесь будет смотреться не очень хорошо, поэтому я индиго, железноокисный красный, например, можно разбавить, чтобы оно было чуть потеплее, можно даже немножко в него неаполитанской добавить. Так. И вот теперь таким плотным-плотным тоном мы с вами смотрим, где у нас самая темная часть. У нас вот это вот окошко, в него не попадает свет, оно очень темное. Вот это вот окно, также очень-очень темное. С этой стороны тени более мягкие, поскольку здесь меньше света, поэтому и тень, она делится на полутона, поэтому не будет таких больших контрастов. Здесь нам нужно слепить сначала форму, мы подчеркиваем вот эти вот все выступающие части, углубляем вот весь вот эту вот часть внутрь, да, потом можно взять и вот эту вот толщинку подчеркнуть еще раз, да, вот здесь вот у нас также более темная часть, и вот это. Под крышей у нас всегда идет тень, поэтому под крышей мы всегда можем сразу же, да, добавлять каких-то больших контрастов. Тут заливка еще не высохла, и пачкаю рукой работу. Нижняя часть у нас более белая, но мы ее можем сделать наоборот, да, такой поголубей, чтобы отделить фактуры, да, поэтому вот эту вот часть я всю протонирую кобальтом. Тут у нас внутри есть еще вот эти вот арки, которые мы рисовали, да, и теперь мы можем их добавить. И теперь у нас еще вот эта вот верхняя часть осталась, не проработанная. Нам нужно добавить фактур во все это здание, и потом еще добавить поверх теней. Давайте для начала нарисуем фактуру крыши. А у нас вот здесь вот такими же лобками она идет. Лучше было бы, чтобы заливка еще не так сильно высохла, но сейчас жарко, поэтому акварель сохнет быстро. Мы нарисовали одну фактуру, и теперь вот такими точечками сначала ставим тень от черепицы, и потом быстрыми полосками соединяем вот эту верхнюю часть. верхняя крыша у нас очень сильно засвечена, но мы немного ее утемним для того, чтобы она лучше читалась. Также у нас есть колокол. нам можно его просто нарисовать пятнышком, и теперь я опять беру большую кисть, нам нужно проложить тень по всей работе. Я беру чистый ультрамарин, и вот этим ультрамарином мы прокрываем, можно и вот ту дальнюю часть еще раз протонировать, только чуть полегче цвет, и вот эта вот вся часть, она у нас уходит в тень, поэтому мы лисировкой добавляем тень здесь и тень здесь. Здесь оно закончится где-то на середине, а давайте вот на середине и остановимся. Можно чуть-чуть попромакивать салфеткой, чтобы появилось какое-то небольшое мерцание. Также еще раз хочется подчеркнуть тень от здания, так как она совсем у нас растеклась. У нас не прорисовано еще вот это вот ограждение. Можно взять ультрамарин. Нам можно где-то специально оставлять сразу же тень, вот эти вот блики небольшие. Берем более темную краску, подчеркиваем низ. Можно где-то здесь тоже добавить каких-то более четких теней. Да, мы можем взять также еще раз немножко пройтись по вот этой вот тени, ее сделать более читаемой от здания. А у нас есть какие-то фактуры, которые также можно прописать. У нас уже заканчивается время эфира, поэтому будем быстренько собирать все. У нас есть дальний столб, который мы также с вами давайте допишем. от него тоже будет идти какая-то небольшая тень дополнительная. А можно нарисовать вдалеке человечка, например. Это уже по желанию. Где-то можно что-то более точно уже уточнить по высохшей бумаге. Вот такая вот быстрая зарисовка, она очень хорошо делается в каких-то путешествиях. У нас в путешествиях никогда нет много времени, чтобы рисовать. Поэтому вот такими быстрыми этюдами мы можем наделать каких-то открыток. Давайте сюда еще побрызгаем, сделаем фактуру. Можем поставить с вами автограф. И отправив такую открытку кому-нибудь с отпуска, я думаю, что она останется не где-то томиться в ящике, а будет стоять в рамочке или привести себе с отпуска. Такую небольшую зарисовку. Здесь главное это прорисовать какие-то основные себе наметки и потом быстрым вот таким вот легким акварельным слоем добавить детали. Потом можно еще много что уточнять, поскольку действительно здесь можно взять и линер, добавить каких-то деталей, можно еще поработать с плоскостями. Но в целом даже вот такая вот быстрая работа будет смотреться очень удачно. Ее можно спокойно сделать минут за 20-30, да, и с чистой совестью поехать дальше, да, зная, что у вас уже в запасе есть небольшая работа. Можно взять, к примеру, да, гелевую ручку, какие-то поставить блики, еще что-то добавить. Это уже на ваш вкус, да, не все любят добавлять какую-то графику. Поэтому я надеюсь, что вы порисуете, получите удовольствие от такой быстрой, легкой работы, в которой вы не сильно задумываетесь, но она оставляет приятные ощущения и воспоминания. Также, если вы отметите мой хэштег, давайте я вам его напишу. «Алена», нижнее подчеркивание, «Арт», нижнее подчеркивание и по-русски «Разбор». Вы можете отметить меня, и тогда я вам дам рекомендацию по вашим работам, дам какие-то замечания. Также, конечно же, поделюсь вашей работой у себя в сториз и поставлю там лайки, комментарии. Поэтому буду очень рада, если вы будете меня отмечать. Поставьте мой хэштег. Также у меня есть курс по архитектуре. Кому интересно, можете зайти также на мою страничку. У нас есть участники, которые сейчас сегодня со мной здесь присутствовали. Можете посмотреть их работу, что они рисуют на моем курсе. Я была очень рада с вами присовать. Большое спасибо «Арт-кварталу», что он устроил такой фестиваль. Это действительно очень здорово. Если вдруг есть какие-то вопросы, пока эфир не закончился, можете быстренько мне их позадавать. Также на моем YouTube-канале собрано уже очень много уроков не только по архитектуре, а просто по акварели. Так что также буду очень рада, если вы подпишитесь на мой YouTube, будете рисовать. Если будете ставить также этот же хэштег, то из YouTube все работы я разбираю, даю какие-то комментарии, замечания. Так что давайте завершать. Вопросиков не вижу. Всем огромное спасибо. Очень давно не выходила в прямой эфир, поэтому немного волновалась. прошу прощения заранее. Буду надеяться, что все сохранится, не будет никаких сбоев. И буду с нетерпением ждать ваших работ. Так что всем большое спасибо и пока-пока. Если вдруг сейчас кто-то еще что-то хочет спросить, еще раз подскажите обе точки схода. Я не знаю, успеем мы, не успеем. Наверное, еще у нас пока не отключается. Мне вроде еще не писал Instagram. Так, ищу еще. Про точки схода. У нас с вами есть, если мы рисуем угловую перспективу, да, вот как вот в этом варианте, у нас с вами две точки схода. Мы рисуем. Сначала берем с вами угол здания и потом все тащим. Да, вот одна точка схода для всех плоскостей, которые находятся вот в этом положении. Да, вот если у нас здесь будет рядом еще один дом, то также мы будем вести его в сторону. Вот эту, да, которая параллельно вот этой плоскости, вот в эту точку схода. И вот эту вот стенку, да, у этого дома мы будем вести уже вот в эту точку схода. Да, как вот здесь на работе мы делали, что вот у нас точка схода и вот эти вот все линии, да, грубо говоря, мы крышу уже тоже можем с вами вписать как в прямоугольник. Мы уводим в эту точку схода. Все плоскости, которые у нас стоят перпендикулярно вот этим плоскостям уходят в другую точку схода. Если мы рисуем с вами во фронтальной перспективе, а именно на референсы. Так, у нас на вот этой работе одна точка схода, да, вот сейчас я уже стерла, была где-то вот здесь, да, вот наша линия глаз, линия горизонта. Так.